Доброе утро! Сегодня с Гошей и моим товарищем идем на пробежку утреннюю. Гоша будет лететь за нами. Мы начнем заниматься здоровым образом жизни. Пока я его жду, решил прибрать в вольере, убрать сетку, клетку для перепелов и все помыть. Пока сделаю, Гоша летает где-то по округе. Я его зову, он ко мне прилетает. Так, ну, буду дальше продолжать демонтаж. Все, вот Гошу уже отпускаю. Сами идем выше. Немного на ровную дорогу выйдем и будем бегать. Ну а Гоша за нами должен идти. Тут вот это вот поле, поляна. Вся земляника усеяна. Чуть позже много ягод будет. Ну вот мы бегаем. Гоша летает, сел где-то на елку там. Сейчас сделал такой круг большой, вот где вот первое деревья видно. Вот эти вот. Оттуда вдоль этих деревьев. Тут где-то по линии спуска на поле и туда сел. Там сидит. Так, ну я побежал дальше. Гоша увидит, подлетит. В прошлый раз Гоша подлетел ко мне. Я только съемку прекратил, он сразу прилетел. Фух, запыхался. Сейчас он сидит где-то вот там. Должен прилететь. На камере не видно. На камере не видно, но так вижу его. Могу его, конечно, позвать, но пусть сам подлетает. Так даже лучше, когда следует за мной. Смотрит, где я нахожусь и далеко не уходит. Доброе утро. Вчера мы с Гошей гуляли, бегали. Вот. И на прогулках у меня разрядился телефон, я дальше не снимал. Сейчас я проснулся, пришел смотреть крыс и заметил, что одна из крыс родила. Которая одна с самцом сидела, она принесла потомство. Еще не знаю, сколько там крысят, но достаточно много. У той самки, которая родила раньше, крысята уже подросли, опушились немного и активно ползут. В контейнеры я у нее не прибирался. Ну, так как не рекомендуют. Куда-то полезно. Так, сейчас их покормлю немного, ною воды. И пойду к Гоше. На улице всю ночь шел дождь. Сейчас все еще идет прохладно, сильный ветер. Погода, в общем, не летная. Ну, с Гошей в вольере позанимаюсь. Вот. И покажу, как стало в вольере после того, как убрал клетку для перепелов. Даю ему сейчас мясо кролика с творогом. Так, ну вот. Здесь, собственно, стояла клетка и Урал. Гошь тут успел уже навести свой порядок. Кушай, Гоша, кушай. Тут попадает на него дождь. Но вот здесь, в этой части вольера, сюда дождь не попадает. Поэтому он может сидеть там. Здесь, соответственно, все сыро. Кушай, кушай, Гоша. Так, сейчас я его перемещу. Так, немного переместил его, чтобы не так сильно мешал дождь. Кушай, кушай, кушай. Аппетит на него хороший. Так, уже начал набирать еду в подклубный мешок. Сейчас мне надо будет еще переделать немного у него закрепления на шлейке, чтобы вот эти вот крепежи хомутов были внизу. Потому что иногда бывает за крылья зацепляются, за перья. И сползают вниз, ну и куда-то вбок. Сейчас буду делать. Переместились мы с Гошей в ограду, чтобы он обсох, почистился. Мы тут с ним поиграли немного. Сегодня у Гоши, кстати, два месяца от вылупления. Примерно 28 мая он вылупился, а сегодня уже 28 июля. Вот такой вот ворон в двухмесячном возрасте. Уже достаточно больно кусает, если ему что-то не нравится. Еще сейчас заметил, что если ему показывать какие-то видео, где присутствуют другие люди, то он начинает очень сильно агрессировать на телефон. Кидается на него, кричит злобно так. А если выключаешь, то он это не воспринимает как угрозу и просто его смотрит. Ну и как бы особо внимания не обращает. Поменял местами я хомуты, как говорил. Сейчас вот эти вот крепежи находятся на задней части, а здесь гладкая поверхность. Ближе уже к самим крыльям. Надеюсь, не будет мешать ему, не будет зацепляться. Пока. Продолжение следует...